Михаил ударил его. Михаил первый нанес ему удар. От этого он упал сюда и потерял сознание. Что застолье закончится так, никто и предположить не мог. Двое друзей пришли к знакомому, чтобы выпить застолье, продолжалось, пока хозяину не надоела компания. Попытка выгнать надоевших гостей ни к чему хорошему не привела. Подошел словесный конфликт, а так как они находились в сильном состоянии алкогольного опьянения, поэтому не смог справиться с собой. Как бы захотелось причинить телесные повреждения, тем самым отомстить за слова и, знаете, чего совершил преступление. Я взял ножницы с этого места. Первый удар я нанес в ногу вот в эту область. Даже так вот. После первого удара из ноги пошла кровь, но вызывать скорую никто не стал. Кстати, телесповреждение потерпевшего у нас скончалось на месте. При оказании медицинской помощи, при их сотруднике скорой медицинской помощи, соответственно, никаких результатов у нас не дали. Когда собутыльники поняли, что приятель умер, разгромили его квартиру и решили вывести ценные вещи. На глаза попался телевизор, компьютер, колонки, личные вещи. В это место, в этот овраг я выкинул сумку с колонками, которую я забрал. После ограбления с места преступления скрылись. Нашли их через пару дней. Выяснилось, что мужчина, нанесший смертельные удары ножницами, уже отбывал срок за разбойное нападение. В этот раз он может получить до 15 лет по статье «Умышленный причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Дело уже направлено в суд. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».